Захотелось еще раз посетить рыцарский зал в Эрмитаже. По голове себе постучи! Если бы существовал знак «Отличный сверлильщик», то нашего соседа, может, было бы им наградить точно. Всем привет! С вами видеоблог Варстори, я Дмитрий, и сегодня мы с вами поговорим о вещах, о предметах, которые будут на майском аукционе. Это вещи от наших постоянных продавцов, это вещи от известных вам Ивана, от Дмитрия, которые были в наших стримах, и когда они появляются в видео, многие из вас позитивно реагируют, оставляют положительные комментарии. Это также вещи из Европы, из Германии, из Эстонии. Я к Алексею не так давно ездил в Европу, и мы были в Бельгии, в Голландии, в Германии, в Эстонии. И вещи из этих стран также представлены на нашем майском аукционе. Также, продолжая традицию, у нас будут лоты из США. А сегодня в обзоре вы видите несколько штыков, большое количество фанеристики. И начать я предлагаю с этих замечательных, очень ярких, интересных предметов японского антикварного холодного оружия. Поехали! Ну что ж, начать хотелось бы с японского холодного антикварного оружия. Его предоставил коллекционер, который первый раз участвует в нашем аукционе. Но тем не менее, это, можно так сказать, венец коллекции. Очень красивые предметы. Но я, к сожалению, в них не силён, компетенции мне не хватит от себя рассказать. Но коллекционер вместе с данными предметами предоставил экспертизы. Поэтому давайте мы вместе с вами на основании этих экспертиз попробуем узнать что-то о этих замечательных вещах. Начнём мы с вами с кинжала «Танта». Повторюсь, я не специалист, поэтому держать в руках данный предмет мне очень нравится. Он красивый. Ну что ж, давайте обратимся к экспертному заключению. На кинжал «Танта», сделанный кузнецом Моэнмитсу из правительницы Бидзе. Я не знаток Японии, но звучит красиво. На экспертизу было предоставлено оружие, определённое, как японский кинжал «Танта» с ножом Ко Гатана. Ну, здесь дальше идёт описание мяча, размеры, материалы, из которых сделана техника, из чего он состоит. Мне вот интересно было, и все, кто берут в руки, спрашивают, что это изображено на ручке. Называли его там колорадским жуком, как только ему не доставалось. В экспертизе написано. Минуки позолочены и выполнены в виде фигурок сверчков. То есть, это у нас сверчки. Я, честно говоря, не знаю, какую роль они играют в японской культуре, но думаю, что они здесь неспроста. Дальше у нас про Цугу, про ножны, про маленький нож Ко Гатана Кадзука. Дальше пишут, что подпись «Мы на хвостовике» даёт возможность идентифицировать кузнеца как представителя клана Моэнмитсу. Под этой фамилией в различных провинциях Японии работали многие известные кузнецы, начиная с 1392 года и далее. Историческая справка про провинцию Битзен, где данный танто был произведен. Ну и прописано, что совокупность полученных данных, а также визуальный анализ цвета и структуры металла клинка, формы, налёт ржавчину на хвостовике, Изгиба клинка ссори и линии закалки хамон позволяют предположить, что данный кинжал танто можно отнести к мечам Кота. Старые мечи сделаны до 1596 года. С традицией школы Битзен-дэн. Оправа при второй перемонтировке была сделана позднее. Это где-то, если сам меч получается у нас конец 16 века, то оправа с 17 по 19 век. И от многих людей, кто интересуется японским оружием, я часто слышал, что эта традиционность, она часто не позволяет определить период изготовления, просто за счёт того, что они там несколько сотен лет делали практически одинаковые мечи и кинжал. Ну и вывод, что представлен на экспертизу предмет, кинжал танто является подлинным антикварным оружием, представляющим культурную и историческую ценность. Так, давайте перейдём к следующему. Будем их по длине рассматривать, от короткого к более длинному. Это у нас в Акидзасе. Также мы с вами видим, надеюсь, сейчас видно на камере, линия закалки. Хамон, вот она такая волнообразная идёт. И, конечно, держишь эту рукоять в руках, прям не передать, наверное, словами, но что-то в этом точно есть. Не показал я дополнительный ножичек на танто. Вот он на Акидзасе. И давайте посмотрим, что же нам скажет экспертиза по данному предмету. Меч в Акидзасе, сделанный кузнецом Наримицу из провинции Бидзен. На экспертизу было предоставлено оружие, определённое, как японский меч в Акидзасе с ножом Ко Гатана. Также описание, материалы, техника, размеры. Здесь всё это есть. Проножная, также историческая справка про провинцию Бидзен. И прописано, что надпись на хвостовике даёт возможность идентифицировать кузнеца как представителя клана Наримицу из этой же провинции. Под этой фамилией работали кузнецы аж с 14 века. Подпись их могла различаться. Совокупность полученных данных позволяет предположить, что данный меч был сделан в начале периода Эда, с 1600 по 1867 год. Относится к категории мечей Синда, новые мечи. А право было сделано позднее, в конце периода Эда. То есть мы с вами понимаем, что это с 17 по 19 век всё вместе. Ну и представленный на экспертизу предмет является подлинным антикварным оружием, предоставляющим культурную и историческую ценность. И последний предмет, это у нас Тин Гун То, меч. Фильм «Убить Билла», да, сразу вспоминается? Это у нас уже военный образец. Сейчас мы попробуем с вами. Есть кнопка для открывания. Посмотрим, что же нам скажет экспертиза. Данное холодное оружие определено как армейский меч Син Гун То для офицерского состава императорской армии Японии. Модель 1944-1945 года с ножнами. Япония 1945 год. Также здесь информация идёт о материале, размерах, технике, ножнах и клейм. А с правой стороны хвостовика японскими иероглифами выкравирована надпись. Имя мастера Йоси Тада. И дата изготовления 20 февраля 1945 года. Ну и также выводы, что это подлинное антикварное оружие. Армейский меч Син Гун То, Япония 1945 год. На самом деле, такой предмет, зная историю, прям прикасаешься к нему и сразу прокручиваешь события того периода. Ну что ж, своими словами с использованием экспертиз, я надеюсь, у меня получилось рассказать вам про данных ярких представителей японского антикварного холодного оружия. Более подробная информация, ну и цены будут в соответствующем разделе нашего аукциона. И мы с вами переходим дальше. Следующий предмет, представленный на майском аукционе, это так называемый латышский кортик, кортик латвийских чиновников, образца 1923 года. Предмет редкий, некоторые его ни разу не видели. Мы его видим третий раз за всё время, Алексей подчёркивал редкость такого предмета. И в мае он у нас на аукционе. Давайте я его сейчас открою, мы с вами его посмотрим. Я про него так в двух словах почитал. Использовался латвийскими чиновниками, латвийскими, не знаю, как правильно, латвийскими, латышскими, всех рангов в период с 1923 по 1940 год. Здесь мы видим с вами клеймо, Золинген, и полукругом надпись Карл Айкхарн. И с обратной стороны классическое айкхарновское клеймо. Один круг на немецких вещах, белка в одном круге раннему соответствует, и белочка с буквами С и Е. И обращая на себя внимание, свастика, она использовалась латвишами в своей символике даже раньше, чем немцами, с начала 20-х годов. Свастика присутствует на самом кортике и также на центральном звене на ножнах. И ножны, мы с вами видим, украшены традиционным орнаментом. Ну что ж, продолжаем обзор антикварного холодного оружия и переходим к штыкам, которые представлены на майском аукционе. Их у нас четыре. Три штыка от карабина К-98 и один штык образца 1888 года к английской винтовке Лиенфилд. Мы его с вами видим, состояние у него достаточно неплохое. Следующий у нас с вами штык к 98-му. Штык у нас на Первую мировую войну. Здесь мы видим клейма, герб Хеллер, Мариен Алл. И год, как обычно, на торце клинка 15-й. Деревянные щечки. Похожий штык был на Апрельском аукционе. Ножны без подвеса. Дальше у нас идут два парных штыка. Данный штык, мы с вами видим, номера 2644. И непосредственно на клинке, и на ножнах. И на обратной стороне Хёрстер 1940 год. Щечки бакелитовые. Данный штык, кроме клинка, был вычищен, было нанесено воронение. За счет этого смотрится он так достаточно свежо. И следующий предмет. Это у нас также 98-й штык парный. 6948. С подвесом. И на нем клеймо 44 CRS. Он поздний, уже на ребре года нет. И номер штыка 6948. Также на ножнах, также и на непосредственно на клинке. Есть небольшой такой, еле заметный надрыв есть на подвесе. В целом подвес хорошо сохранился. И для демонстрации следующего предмета. Я убрал штыки со стола, потому что предмет очень объемный. Я думаю, наверняка привлек внимание многих из вас. Это у нас испанская шпага. По периоду она еще до Наполеоновских войн. Это вторая половина XVIII века. Подробное описание с ценой уже, безусловно, есть на сайте. От себя хочу сказать. Продавец сразу сказал, что здесь была реставрация ручки. Проболока перемотана. Но предмет фактурный, очень такой. Чувствуешь какие-то определенные эмоции, сразу пытаясь вспомнить историю тех периодов. Думаю, вы меня понимаете. И говоря об этой шпаге, мне, честно говоря, захотелось еще раз посетить рыцарский зал в Эрмитаже. Для того, чтобы увидеть подобные предметы, доспехи и все, что было с ними связано. Потому что у нас бывают сабли, длинно-клинковое, холодное оружие. Но более позднего периода здесь прямо пропитана такой ранней эпохой. Прям эгэгэгэ. И, кроме шпаги, еще один предмет лежит за моей спиной. Это немецкий Криксфлаг. Это флаг военно-морского флота. Он в отличном состоянии. Присутствует клеймо. Лоренс сумма зоны. И размер 80 на 135. Никаких утрат на флаге нет. Штатные петли для зацепа флага. Видимо, существовали какие-то штатные места для того, чтобы его крепить. Интересные такие в углах усиления из ткани сделаны. Видимо, в этих местах чаще всего были какие-то надрывы или что-то такое. И мы ходим на катере. Я смотрю на наши флаги. Здесь он подшит с этой стороны. Когда флаг постоянно развивается на ветру, он начинает растрепываться. И, как рассказывал дядя Леша на флоте, бывало, флаг там практически полностью разрушается, истрепан ветром. Данная прошивка на конце флага, она как раз, видимо, сделана для того, чтобы это предотвратить. Потому что сбоку флага этого нет. А сейчас мы с вами переходим к обзору фалеристики, которая в достаточно большом объеме представлена на нашем майском аукционе. Начнем мы с вот такой вот подборочки. Здесь есть определенное количество бумажного материала и знак ДЛ. Это у нас подборка документов на девушку. Здесь мы видим документы об участии в спортивных соревнованиях. Здесь мы видим еще документы. Это печать Гитлерюгенда. Май 1937 года. Тоже что-то такое. Звали ее Эльфреда Меринг. Поправьте меня. Те, кто знают немецкий и его произношение. Также у нас тут тоже какой-то документ. И у нас есть знак ДРЛ в бронзе. Это непосредственно документ на награждение. На лицевой стороне, такого нежно-голубого цвета, мы видим тиснение ДРЛ и свастика. И открываем. Здесь мы видим имя-фамилию. Родилась она 2 июня, прекрасный день, 1919 года. Здесь ее фотография. Ну, так видно не очень хорошо, но можно внешность этой девушки оценить. И дальше идут правила ДРЛ. Сколько для награждения член должен был быть в организации. Какие спортивные нормативы он должен был выполнить. Здесь они все есть. И какие из них были выполнены. То есть, дата мы видим август 1940 года. В печати. Я вот, к сожалению, не знаю немецкий, мне достаточно тяжело именно сказать. Но тут прямо показатели в метрах, в сантиметрах. Прыжки, бег, что-то такое. И по итогу, Фрида Меринг награждена спортивным знаком. Вот он, ДРЛ в бронзе. 23 сентября 1940 года. Поэтому данный подбор документов, как говорит Алексей, плоскостного материала, он достаточно интересный, потому что знаков много. Но знак сам по себе, знак он и есть знак. В данном случае видно, за что конкретный человек был награжден. Тоже определенная такая страничка истории. На мой взгляд, это интересно. И вот это можно рассмотреть. Дальше. Если мы с вами говорим о немецкой фалилистике. Тут у нас наверху целая подборка знаков за стрельбу. Они шли, если я не ошибаюсь, до 1941 года, они шли обычные. Вот тут написано, Ланды Шитсон, демельные стрельбы. А потом их разделили по типам оружия, из которого надо было стрелять. Верман – это что-то общее. А тут мы видим 1942 год пистоли. Это стрельба из пистолета, 1944 пистоли. Если я не ошибаюсь, там еще были знаки за стрельбу из мелкокалиберной винтовки. И тут такая интересная подборка. Кто их собирает. Может быть, у кого-то какие-то есть, каких-то нет. Можно выбрать то, что именно вас бы заинтересовало. Здесь у нас большое количество немецкой фалилистики представлено. И о каждом знаке описания с ценами и непосредственно с информацией о знаке будет на нашем сайте. О нескольких из них хотелось бы сказать. Данная заколка у нас имеет надпись WHW. Свастика, венок. Это у нас организация зимней помощи, так называемая. Благотворительная организация, которая на различных мероприятиях, на различных выставках продавала большое количество сувенирной продукции. Таких вот знаков металлических, из цветного металла, даже деревянных и бумажных. И деньги, вырученные с продажи вот этой вот символики, они шли на благотворительную цель. Здесь у нас значок идет. РДБ – это союз немецких служащих. Дер-Штальхельм – это у нас членский знак организации «Стального шлема». Самая крупная, после Первой мировой войны, военизированная организация в число, в которой входили многие будущие члены, в том числе и национально-социалистической партии. Здесь у нас подборка, можно так сказать, классических представителей немецкой фалилистики. Здесь у нас и медаль за зимнюю кампанию на Востоке, так называемое «Мороженое мясо». Железный крест второго класса, КВК, медаль «Воствал» за строительство Атлантического вала. ДРЛ еще один идут в очень неплохом состоянии. Материнские кресты. И Алексей любит отмечать всегда по сохранности такие предметы. Казалось бы, обычный предмет – железный крест второго класса за Первую мировую войну. Просто обратите внимание на его состояние. Очень-очень приятный. Дальше у нас с вами знак береговой артиллерии «Крикс Марин». Данный знак в «Бунте». Они также бывают в «Цинке». В нем он гораздо интереснее, ярче смотрится, так ярко выраженный. И, если мы с вами перевернем, производитель здесь у нас идет «Юнкер». Он пользуется популярностью. Один из таких ценных, если можно так сказать, производителей. И, если с оборотной стороны смотреть, с левой стороны видим две небольших трещины. Это не дефект знака. Это, можно так сказать, особенность технологии «Юнкеровских» знаков. При прокатке некоторые из них имеют сбоку небольшие такие трещины. То есть, это ни в коем случае не дефект. А для данных знаков это характерно. Дальше у нас с вами идет «Кокарда Тино». Заколки разные. Среди них хотелось бы обратить внимание на значок «Гитлерюгенда». Наиболее популярные, наиболее часто встречающиеся знаки – это «Стрела Гитлерюгенд». Это значок за спортивное соревнование. Но он идет для старшей группы. То есть, он выдавался для тех, кому было 17 лет. Как правило, члены «Гитлерюгенда» покидали организацию раньше, и поэтому данный знак встречается нечасто. Было не у многих. Дальше. Здесь у нас болгарская медаль с надписью «Фердинанд I. Царь на Болгарии». Здесь мы видим его изображение. Корону. И на обратной стороне надпись «За заслуга». Видимо, это «За заслуги» по-болгарски. Это медаль за Первую мировую войну. Поэтому награждались ей, в том числе и граждане Болгарии, болгары, отличившиеся в то время. Ну и немцы также ей награждались. Напомню, болгары были союзниками немцев в Первую мировую. Двигаемся дальше. Здесь у нас две медали. Это у нас кресты, которые выпускались, как бы так сказать, местная награда. Они выпускались и награждались граждане земель. Конкретно эта, с надписью «ФА». Это у нас крест герцогства Альденбург. И он с нечастой такой планкой. Надпись переводится как «Лицом к лицу со врагом». И такой же аналогичный крест. Это у нас крест Гамбургский. Также с обратной стороны здесь надпись. И они их выпускали. Они их считали аналогом железных крестов. То есть, но только для своего региона. Значит, это у нас нечастая прусская медаль. Их было действительно немного за спасение. Ее выдавали за спасение жизни. За спасение вот каких-то несчастных случаев, чего-то такого. И небольшое количество их изначально было выпущено. Также хотелось бы обратить внимание на вот этот вот пехотник. Он интересен тем, что он достаточно ранний. Он в бунте. И по переводу, как правило, именно такими знаками награждались участники польской кампании. Продолжая обзор по фалеристике, уже в двух словах по оставшимся предметам. Значит, здесь у нас два болгарских креста за храбрость. Это аналог Георгийского креста русской императорской армии. Они здесь в двух степенях у нас представлены. Медаль Люфшуст, крест Первой мировой войны. Здесь американская медаль, которая выдавалась оккупационным войскам в Азии. Интересная такая парусники, вулкан, облака, чуть ниже даже вершины вулкана. По данным знаком, по заколкам, вся информация будет на сайте, как я уже сказал. Здесь несколько предметов по русской императорской армии, в том числе знаки за отличную стрельбу. Остфолькер, нечастый гость у нас на аукционе, но тем не менее, они бывают и проскакивают. И следующие знаки, здесь у нас Железный крест второго класса, Первая мировая война, выслуга, КВК. У нас в конверте здесь тоже, по-моему, КВК без мечей. И зенитка Люфтваффе, у неё есть здесь вмешательства. Свастика, или как на жаргоне бывает, говорят, паук, припаян. Кремо имеется, бремер. Радовская медаль, две финских медалей и две звезды с накладным серпом и молотом. Они традиционно пользуются, как правило, успехом у нас на аукционе. За них идут торги, их выкупают. Не часто они в последнее время бывают. И здесь они на нашем аукционе у нас представлены. Также я упомянул про финские медали. Это две медали за Зимнюю войну 1939-1940 год. И они идут с указанием театра боевых действий, фронта. В данном случае это Тайполе, в Ленинградской области, недалеко от нас это находится. И Карелан Камнос, что с финского переводится как «Корейский перешейк». И мы с вами подходим к концу, но еще не совсем. На аукционе представлено большое количество предметов. И часть предметов от коллекционеров приходила уже в последние дни перед аукционом. Что, безусловно, создавало нам определенные сложности при съемке, монтаже роликов. Потому что мы хотим показать вам все. Но когда предметов много, приходится все делать в последний момент. Но, тем не менее, мы стараемся и мы это делаем. И сейчас хотелось бы открыть две посылки, которые пришли от наших коллекционеров. Эти люди уже участвовали в наших аукционах. И я приблизительно представляю, что там. Но давайте мы с вами вместе обновим. Это у нас посылка из города Ростов-на-Дому. Давайте мы с вами ее открыли. И что ж, у нас с вами в этой посылке два советских знака. Это отличный пограничник. Состояние у знака хорошее. Есть чешуйка на зеленой эмали. Но в целом, кроме нее, очень приятный, красивый знак. И отличный характерист. Гайка Победа. Москва. Закручивается прям как нужно, хорошо. По типу данного знака не скажу. Но подробные фотографии его в описании будут. Ну что ж, переходим с вами к следующей посылке. Очень увлекательное занятие. Я понимаю, почему Алексею так нравится распаковывать. Ну что ж, открываем. Что мы здесь с вами видим. Это у нас с вами ножны к ножу разведчика КНР. Не могу точно сказать по подлинности, по периоду. С удовольствием бы показал Алексею. В общем, смотрим дальше. Это у нас... Я даже не помню. Дальше. А, здесь у нас идет знак немецкого автомобильного союза. ADAC, я надеюсь я правильно сказал. Allgemeiner Deutsche Automobil Club. И это почетный знак автомобильного союза за достижение. И, конечно, до 1935 года. Это самая крупная немецкая организация автомобилистов. Основанная еще на заре автомобилестроения в 1903 году в Мюнхене. Дальше у нас идут. Были уже на аукционе. Кто смотрит нас достаточно давно, участвует в наших аукционах. До Нового года было несколько таких индивидуальных пакетов. Посмотрим, сколько мы их на этом аукционе разместим. Это... Алексей даже распаковывал на камеру один из этих индивидуальных пакетов. Можно найти, посмотреть, что там внутри. Это пакет оказания первой помощи. Картонная упаковка. Американский. 10 апреля 1942 года. Это номер контракта 10 апреля. Произведено оно, может быть, попозже. Внутри там бинт с повязкой. Что-то еще я, честно говоря, уже не помню. Написано, что red color indicates backhoe dressing. Да, там действительно написано этой стороной крайне или этой стороной не крайне. Ну, что-то такое обозначение там точно есть. Это у нас перчатки лайковые. Из комплекта униформы рабочей крестьянской Красной Армии. Сшитые для парадов. Они между собой сшиты и не использовались. Именно такие перчатки советские офицеры использовали во время парада Победы 24 июня 1945 года. Данный предмет поступил к коллекционеру из семьи, где и хранился с окончания войны. Здесь у нас немецкие подтяжки дальше идут. Они в упаковке. Они с РБ номером. Был у нас подобный предмет на аукционе. Вот они аккуратно. Здесь достаточно упакованы и собраны в пучку. И парадный ремень. Это у нас конец 19 века до 1914 года. Предмет нечастый. И традиционная немецкая с нами бог и корона. Судя по внешнему виду, он не использовался, либо использовался очень-очень мало. Ну что ж, на этом мы с вами приблизились к завершению сегодняшнего обзора предметов на майский аукцион 2022 года. Вещей много. В основном фалеристика. Мне очень понравились штыки. И я просто невероятный восторг испытал от, как сказать, общения, работы с японским антиквартом холодным оружием. Потому что предметы несут невероятную энергетику. Они действительно очень и очень крутые. Когда вы будете смотреть это видео, аукцион будет идти уже полным ходом. Уже будут ставки. Я думаю, что какие-то предметы из тех, которые лежат сейчас на этом столе, точно будут выкуплены по Блицценам. На какие-то предметы уже будут сделаны ставки. А кто-то из вас будет смотреть и думать, на какие бы из этих вещей еще поставить. В любом случае, участвуйте. Время еще есть. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь к нам. Мы с удовольствием на них ответим непосредственно по предметам, по вашим эмоциям. Или если есть вам что добавить по данным предметам. Потому что я не такой специалист, как Алексей. У меня иногда может не хватать компетенции по обзору каких-то предметов. Если вам есть что добавить, пожалуйста, пишите это в комментариях. Мы все это читаем, мы все это смотрим. Мы на все на это отвечаем. Также не забывайте про наш телеграм, где мы все это также будем обсуждать. И фотографии многих из этих вещей до аукциона уже были в телеграме. На этом, я думаю, все. Можно заканчивать. Спасибо вам всем, что досмотрели это видео до конца. Всем вам доброго вечера. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok